Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти ГИБДД объявит любителям глухой тонировки войну Как сообщает Автомейл.ру, по всей стране к поискам излишне затонированных автомобилей привлекут участковых, уполномоченных и патрульно-постовую службу О нарушителях, месте их нахождения, маршруте движения Они будут сообщать сотрудникам ДПС Все уже остановят водителя и проверят светопропускаемость стекол его машины Трасса 101 В начале этого года в России на 6,5% снизилось число наездов водителей на пешеходов Всего, по данным ГИБДД, с января по конец апреля 2017-го было зафиксировано более 14 тысяч таких аварий В 8 тысячах из них виноваты автомобилисты, в остальных пешие граждане В результате 1361 человек погиб Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17% Трасса 101 С 1 июня водителями в нашей стране не могут работать иностранцы, у которых нет российского водительского удостоверения Контролировать соблюдение данного правила обязаны работодатели Если обнаружится, что на линию вышел шофер, обладающий только правами другого государства его начальника накажут штрафом в 50 тысяч рублей Трасса 101 Власти собираются внести коррективы в систему взымания оплаты с большегрузов за проезд по федеральным трассам Речь идет об увеличении до 20 тысяч штрафа за игнорирование оплаты Сейчас размер взыскания составляет 5 тысяч, 10 тысяч при повторном нарушении Во-вторых, говорится о том, чтобы предоставить дальнобойщикам скидки в зависимости от пробега машины До конца июня в России начнется реализация Chevrolet Camaro Точной копии робота-автобота Bumblebee из трансформеров Старт продаж приурочен к выходу новой части фильма Машина обойдется покупателю в 3 миллиона 265 тысяч рублей Она оснащена двухлитровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 238 лошадиных сил Коробка – восьмиступенчатый автомат Время разгона до сотни – менее 6 секунд На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте До свидания Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова